ДОТА 2 АСЯ ЧЕМПИОНШИПС О результатах Winter Championship 2017 по Hearthstone, об итогах Global StarCraft 2 League Season 1, а также о том, какие команды сыграют на LCL Summer 2017. Сегодня стартует групповой этап, проходящего в Шанхае LAN-турнира Dota 2 Asia Championships 2017. В турнире участвуют 12 команд по Dota 2 со всего мира. Начальный призвой фонд чемпионата составил 500 тысяч долларов и продолжает увеличиваться за счет внутриигрового компендиума. Групповой этап продлится до 29 марта. По его результатам две команды из каждой группы получат посев в верхней сетке плей-офф, а все остальные в нижней. Игры плей-офф будут проходить до двух побед, за исключением первого раунда нижней сетки, где проигравшие команды покинут турнир после единственного поражения. В гранд-финале сильнейшему необходимым будет трижды победить оппонента. Стадия плей-офф пройдет с 1 по 4 апреля в шанхайском спортивном центре «Восток». Evil Geniuses, Wings Gaming, OG и Nubi получили прямые приглашения на турнир. Остальные коллективы прошли через региональные квалификации. В группу А попал единственный представитель региона СНГ Team Empire. В первый игровой день команда встречается с LGD Forever Young и Team Faceless. Также в эту группу попали OG, Team VGJ и Wings Gaming. В группе B будут выступать Evil Geniuses, Nubi, Team Liquid, IG Vitality, Invictus Gaming и Team NP. Что касается расписания, игры текущего и следующего игровых дней проходят с 4 утра до 16.30 по Москве. Третий и последний игровой день групповой стадии 29 марта начнется также в 4 утра, но закончится гораздо раньше. Последние игры стартуют в 9 часов по московскому времени. Команда Virtus.pro и Friends прошли на Кубок России по киберспорту 2017. За выход в основную часть турнира Virtus.pro G2A сыграла с Effect, а Friends — с HFZ. Победители прошли финальную часть чемпионата, где в июне сразятся за приз в 3-2 миллиона рублей. В четвертой открытой квалификации разыгрались две путевки на Кубок России. На своем пути, начиная с одной четвертой финала, Virtus.pro G2A выбила из борьбы Miao 1-1-1 и Effect. Friends, в свою очередь, одолели Knockout Sports и HFZ. Ранее финальную часть Кубка России по киберспорту 2017 пробились Vega Squadron, Team Spirit, Zoking Gaming, Zero One, Elements Pro Gaming и Mad Dogs Team. Квоту также получила Team Empire, которая победила в Кубке Москвы. Финальная часть соревнований пройдет в московском комплексе Yota Arena в июне. В дисциплине Dota 2 команды разыграют 3,2 миллиона рублей. В финале HCT Winter Championship 2017 Алексей Штанудачи-Бурсуков переиграл Фрэнка Frozen Chant со счетом 4-3. Россиянин получил 60 тысяч долларов, а его противнику досталось 40 тысяч за второе место. В полуфинале Штанудачи выиграл Усамоэль Цао со счетом 4-3, а Frozen без шансов одолел Dog Pound 4-0. Штанудачи не единственный представитель СНГ на турнире. Евгений Нерия-Шумилин преодолел групповой этап зимнего чемпионата, но проиграл американцу Фрэнку Фроузенчану в 1-4 финала. Действующий чемпион мира Павел Павел Бультиков проиграл два матча в групповом этапе и не сумел выйти в плей-офф. Кроме денежного приза, на зимнем чемпионате разыграли 4 путевки на чемпионат мира 2017 по Хардстоуну. Их получили игроки, которые пробились в полуфинал турнира. На Хардстоун World Championship 2017, который пройдет в рамках фестиваля BlizzCon 2017, поучаствуют 16 игроков. По 4 путевки получат лучшие игроки HCT Winter Championship, HCT Spring Championship, HCT Summer Championship и HCT Last Call Championship. Как и в прошлом году, на чемпионате мира по Хардстоуну будет разыгран 1 миллион долларов. Победителем 2017 Global StarCraft 2 League Season 1 Code S стал Ким Статс Де Йо. В финале он обыграл Эо Су Юн Су со счетом 4-2. За победу в турнире игрок получил 35,5 тысячи долларов, 4 тысячи очков ВЦС и право поучаствовать в World Championship Series Global Finals. В плей-офф соревнования участвовали 8 игроков, сражавшихся в сетке Single Elimination с четвертьфиналами до 3 побед и полуфиналами до 4 побед. В первом раунде финалисты с одинаковым счетом 3-2 обыграли Ти Уай и Инновейшн. В полуфинале Су оказался сильнее Сос, а Статс победил Ренга. Оба матча закончились со счетом 4-2. В групповой стадии турнира участвовали 32 киберспортсмена, которых поделили на 8 групп. По два лучших игрока по итогам первого группового этапа попадали во вторую стадию. Обе стадии проводились по системе GSL. Любопытно, что единственным игроком, который не представлял Республику Корея на турнире, была канадская киберспортсменка Саша Скарлетт-Хостин. Она не преодолела первый групповый этап, уступив Ханю Лю Элайф Соку и Киму Классик Дох Фу. Коллективы Натус Винсера и Рокс по League of Legends прошли через турнир продвижения и сыграют в летнем сплите континентальной лиги. Команды Dolphins и Team Empire поучаствуют в следующем розыгрыше Лиги Претендентов. Первый матч турнира продвижения состоялся 25 марта. В нем встретились Натус Винсера, CIS и Dolphins. По итогам четырех карт сильнее оказался состав Na'Vi, который победил со счетом 3-1. Вторая встреча турнира прошла 26 марта. Рокс смогла переиграть оппонентов из Team Empire и пробилась в LCS Summer 2017. Турнир продвижения прошел в промежутке между групповым этапом и плей-офф LCL Spring 2017. Финальная стадия весеннего сплита континентальной лиги начнется 1 апреля. В ней примут участие М19, Vega Squadron, Voivictis Esports и Virtus.pro. И на этом у меня все. Пока!